МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, мы собрались здесь не ради красивого вида. Господа, вам не надоело бессмысленно тратить деньги? Сначала мы тратим миллионы, чтобы вывести на политическую арену наших кандидатов, а потом в два раза больше, чтобы угробить конкурентов. Таковы правила? Хочешь посадить своего президента? Не стай. Давайте будем хоть раз жить с нечестными друг перед другом. Когда кто-то говорит о честности, это значит, он хочет снять с тебя последние штаны. Я не помню, кто это сказал. Кто-то из великих. Паша Лазаренко. Андрей Николаевич, у вас есть какие-то предложения? Да, Михаил Семенович, на выборах осталась неделя. Мы с вами хорошо потрудились за наших кандидатов, они практически идут на зря в ноздрю. Теперь пускай победительнейший. А мне это зачем? Густавим Аршалович, чтобы доказать, Михаил Семенович мне, ну, себе лично, кто, в конце концов, здесь царь горы. Хорошо. Пусть все решает народ Украины. М-м-м, неконтролируемая демократия. Мне нравится эта игра. Давно я не испытывал такой прилив адреналина. Господа, надо чаще встречаться. Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор Слуга народа. У меня почти все есть, Достоинство и честь, И даже крики браво. Персональный самолет Мне выделил народ, А что имеют право На животу Вот тут Набьют оту Слуга народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Э, уважаемый, давно хотел спросить, кто тебя так парковаться учил? Я давно хотел тебе сказать, дед, отвали. Шо отвали? Как я выезжать буду? Через твою воду руку перепрыгивать, что ли? Ты колымага ездишь, что ли? Я думал, в ней бомжи ночуют. Слышь, топляк, куда пошел? Доброе утро, Игорь Михайлович! Что здесь происходит? Да вот что ты разорался тут, пенсионерша! Машину убери, долбодятел! Дед, отвянь! Василич, ты что, оборзел? Ты что, не знаешь, кто его папа? Не по барабану, кто его папа? Василич, не нарывайся! Шо ты лезешь? Ты кто? Начальник Жека? Вот и займись делом! Не двор, а трещобы! Когда ремонт делаешь? Сколько можно жалоб писать? Не твое дело. Когда парковка нормальная будет? Будет. Не, ну куда он ее поставил, а? Ну как я буду выезжать? Дороги нету, что ли? А как я разворачиваться буду? Звучит музыка. Звучит музыка. Да еб... Пап, я тебя вчера попросил разбудить меня в половину седьмого. А я тебя вчера попросил вынести мусор. Который я попросила тебя вынести позавчера. Так, шо один-один? Доброе утро. Спасибо, пап. Приходь ты сейчас. Хорошо. Рубашка в момент. Мамуль, ты не можешь погладить мне рубашку? У меня больные ждут сынка. А меня здоровая, причем целый класс. Доброе утро. Привет. Так, Наташа! Наташа, открой дверь, я спешу. Я тоже. У меня школа. А у меня институт, Вась. Я тебе не Вася, а дядя. Уступи дяде место. Это не трамвай, да? СМЕХ СМЕХ Смешно. Мамуль, пожалуйста, погладь мне рубашку. У тебя есть время? Моя радость. Вот выйду на пенсию, тогда обращайся. Мам, если директор школы увидит меня в помятой рубахе, он меня выгонит. Жду не дождусь. Петя, приятного аппетита, мальчики. А что Петя? Если пособие по безработице больше, чем его учительская зарплата. Папа, у тебя странная логика. Да, это у меня странная логика. Окончить школу, поступить в институт, чтобы снова вернуться в школу. Простите, пожалуйста, папа не пошел по вашим стопам, не стал извозчиком. А твой папа не извозчик. Твой папа работник сферы услуг. Прекрасно услышите, приглядите за кофе. Спасибо. Прости большое. Открой дверь! Тебя, в конце концов, родной дядя просит. Мой дядя уже пять лет, как ничего не просит, сынок. Извини, мам. Наташа! Я не Наташа, я твоя племянница. Наташа племянница. Вместо того, чтобы ходить всех просить, уже давно взял утюг и сам погладил. Где утюг? Там, где обычный. Вася, у тебя сейчас в кофру убежит. Так сними в кофр. У нее еще в слов нет. Вася, он не снимет. А он не снимет. Не-не-не! Не успела. И что же за день у тебя сегодня такой, Вася? Кстати, Вася, ты помнишь, какой сегодня день? По-моему, пятница 13-ая. 13-ая, но не пятница. Ой, сегодня еще и педсовет. Кто о чем на вшивая баню? У твоей племянницы день рождения телепень. Точно. Приятного. Привет, спасибо. Наташечек, с днем рождения. Тебя поздравляю. Счастья, здоровья, любви и всего такого. У меня подарок. Вот тебе утюг. Ну и можешь называть меня Вася. Наш старый добрый утюг. Девки умрут от зависти. Отлично. Это мне остальные подарки вечером. Да не надо, ты и так сильно потратился. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Вась! Что? Выходи. Дайте мне 10 минут спокойно сосредоточиться. Вась, выходи. Тут это, к тебе пришли. Пап, этот прикол с восьмого класса не работает. Васечка, он не шутит. Выходи, пожалуйста. Ты и маму подключил? Ну давайте еще Наташу позовите. Я здесь. Ну что, пап? Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наразі оброгані усі протоколи виборчих дільниц. З результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Отож сенсаційно і вперше в історії України главою держави стає простий вчителець Києва Василь Петрович Голобородько. Для лідерів світових держав вибір українського народу став певною мірою несподіваним. Зізнаюсь чесно, я майже нічого не знаю про Василя Голобородько, тим не менше сподіваюсь, що ми знайдемо з ним спільну мову. Перемога Голобородько стала для нас дуже неочікуваною. Ми шоковані таким результатом. Однак ми поважаємо вибір українського народу і визнаємо, що вибори в Україні відбулися демократичним шляхом. На раці до адміністрації президента надходять вітальні телеграми з усього світу. От як це, знаєте, як це, милія пошутка, у меня ощущение, що це розыгры. Я же даже по предварительним соцзапросам не попадал в десятку. Ну, ісчину і волю народу соцзапросами не ізметь. Хоча, честно признаться, я і сам не до конца понимаю, як це могло случиться. Ну? Ну, как? Выбрали його... Грушевского. 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 Президентом. Президентом. Угу. Ну, це миф. Он був председателем совета і все. Хорошо, що ти ще знаєш о Грушевском. Ну, уліца є така. Уліца. Уліца. А, він ще на полтосике нарисован. СМЕХ Тихо, ребят. На полтосике неплохо. І уліца. Точно. А за які заслуги? Э-э... Перед Родиной. СМЕХ Да. Глотов, за заслуги перед Родиной мы ставим тебе уверенную двойку. Поздравляю тебя. Это уже в этом году пятая юбилейная двойка. Садись. Марчук, давай, продолжай. Садись. Садись. Математика. Ну, а что математика? У меня история. Ну, ты тоже сравнил хер с пальцем. СМЕХ Ребята! Десятый Б! Д... Достало это мя... Петрович, ну чё ты? Ещё хрен надоело уже мне это всё. Математика, сука, царица наук у вас. Ну, хорошо, математика. А история, как ты сказал, хрен собачья. Потом мы удивляемся. А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершат одни и те же ошибки? Да потому что они охренные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать своё. Вот и всё. Петрович, я сроду тебя таких слов не слышал. Чего ты завёлся? Потому что достали все эти мя... Вот здесь, понимаешь? Теперь, сука, они заставляют детей в будки ваши, бл... строить. Знаешь, почему у нас жизнь, собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то несколько. Из двух пи***сов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь, почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***са. Да потому что да, понятно. Конечно, он пи***с, да ну лучше его. Те-то хуже. Вася, да пойдём кряпнем, у меня заначка есть. Главные приходят эти потом пи***сы в власти. Пи***ят и пи***ят. Пи***ят, сука и пи***ят. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем пи***ят, понимаешь, что и пи***ят. Мне пи***ят, нам всем пи***ят. Не пи***й на маленький пи***ят, а здоровый такой пи***й 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 пришёл нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы пи***ен был устроен. Кортежи на пи***и, льготы пи***и ваши на пи***и, дачи на пи***и. Всех вас в пи***и на пи***и. Чтобы пи***и простой учитель жил как президент. А президент этот пи***и жил как учитель. Это я тебе как учитель истории говорю. Хотя я тебе пи***ть пи***цей. Однако далеко не все вызнают результаты выборов. Например, Жанна Борисенко у Твиттера назвала выборы черговым цирком. А вот ближчий конкурент Голобородько, лидер фракции «Визволители» Сергей Карасюк был больше багатословным. Это честные выборы? Это плевок в лицо демократии. Это я вам скажу. Мы будем оспаривать в суде решения по этим выборам. Кто такой Голобородько? Кто это? Откуда он взялся? По всем опросам я лидировал. По всем округам. Я полгода езжу, общаюсь по регионам с избирателями. А Голобородько что? Один раз помотюхался в ютубе и все? Я в это не верю. Голобородько выиграл даже... Ну, это же не трамвай. А, простите. Если вам бы так удобно, то пожалуйста. Выигрывал полностью я. Это все махинации. Все, кто меня слышит, товарищи, завтра собираемся на Майдане. Я до сих пор не могу в это поверить. Я понимаю, что на вас это как снег на голову. Но попытайтесь сосредоточиться, как-то взять себя в руки. Нет, дай попытаться. Куда мы сейчас едем? У нас сегодня очень насыщенный день. Примерка, работа над вашим имиджем, фотосессия, встреча с журналистами, пресс-конференция. Это все нужно успеть за день. Ну, желательно, до обеда. Кстати, вы что больше предпочитаете, Апатек Филипп или Ваширон Константин? Не читал. Совершенно нет времени. Патек Филипп, Ваширон Константин, Пеге, Хубло. Знаете, кстати, кто такие носит? А кто? Путин. Путин Хубло? Да. Но вам я советую вот эти. Их в мире всего четыре пары. Согласны? Подумайте. Хорошо. Маша. Интересует? А, нет. Нет. Замечательно. Парфюм. Эрме. Донна Карална. Ральф Лорен. Бессаччи. А я думаю, вы знаете, вам такие подойдут. Позвольте. А мне хватит. Ну что, пойдем к обуви. Так вот. Берлутит, Эстония, Луи Виттон. Но я рекомендую вам вот эти. Я думаю, вам в них будет очень хорошо. Кстати, у них есть супинатор. Остельки. Конечно. Голстуки поддона. Поддон. Самое главное, это костюм. Кевин Кляйн. Жан-Поль Готье. Дольче де Бана. Карл Лавефельд. Ну что скажете? Давайте вот этот. Хорошо. Карлуш, ты останься. Все остальные свободны. Самолет доставит вас обратно. А неплохой выбор. Да. Василий Петрович, ну что я могу сказать? Костюмчик сидит как в летании. Думайте. Уверен? Ну все, хватит пудрить голову Каранту. Василий Петрович, прошу в кадр. Куда? Туда. Сюда, пожалуйста. Встречайте, Каранта. Василий Петрович, на меточку и смотрим в объектив. Да. Извините. Сделаем пару фото для удостоверения президента. Улыбаться не надо. Прекрасно. Для официального сайта можно улыбаться. Замечательно. На портрет для кабинета. Поменяем ракуус. А для кабинета улыбаться ли? Ну, можете улыбаться, можете не улыбаться. Прекрасно. Ну, раз уж мы здесь, сделаем пару заготовок. Президент думает о медицине. А как я должен думать о медицине? Ну, а как можно думать о том, чего у нас нет? Великолепно. Президент общается с рабочим классом. Да? О, общается. Замерли. Это мы так шутим? Извините. Еще раз. Прекрасно. Президент заботится о детях. Пошли, дети, дети. Возьмите девочку и ставьте. А теперь так. Вот так. Смотрим объектив. Да? Улыбаемся. Прекрасно. И для Фейсбук. Ага. Для молодежи. Сэлфи. Позволю себе отнять еще немного грошу драгоценного времени, так сказать, для истории. Давай. Слепок правой руки для Национального музея. Прошу. Замечательно. Моем ручку. Слепок левой руки для музея хиромантии. Моем ручку. Правую ножку для музея футбола. Василий Петрович. Да. И ваш профиль для коэкционной монеты Адвазбанка. Простите. А я... Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ребята, успоко... Три... Десятый Б. Левченко, что за рукоприкладство? Василий Петрович, это все Глотов. Это он видео в интернет выложил. Понимаешь? Теперь проблеме будет за такого. Классного. Достаточек. Хватит. Хватит. Прекратите этот самосуд. Садитесь. Дурак. Садитесь. Тише. Ага. Все, тишина. Так кто видел этот видео-шедевр? Тише. 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 Или пришел пр ridesite к крестьянину. Ибо сквернословий это грех. А второй указ снизить налоги в провинции. Потому что правда, каку бы она ни была, со мной остается правдой. Я абсолютно не оправдываю себя и своего поступка. Наверняка, мне не нужно было так поступать. Не знаю. Мой батя сказал, что вы красава. И если бы вышли в президенты, то он бы за вас голосовал. Да. Ну, и мой тоже. И мои. Ну, и твои, Гулатов. Да. То есть родители тоже все видели. Кошмар. Единственное, радует, что они согласны с этой правдой. Ладно, ребят, давайте начнем урок. Василий Петрович, вас к директору. Срочно! Ну, вот. Мне кажется, сейчас мне вырвут язык. Да, но в среду контрольную никто не отменял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Василий Петрович, в 13 у нас пресс-конференция. В 13.13. Надеюсь, вы не суеверный? Блин, сегодня 13 число. Я совсем забыл. Да не волнуйтесь. Вопросы подготовлены, ответы прописаны. И вот... Вопросы-ответы, Юрий Иванович, ни при чем. У меня сегодня педсовет в школе. 13-го числа. И потом мне сегодня нужно оплатить проценты по кредиту. Мы сейчас закроем все ваши вопросы по кредиту раз и навсегда. Василий Петрович, какой у вас банк? Мне не нужно, пожалуйста, звонить. Мне неудобно. Ну, хорошо. Вы поймите меня правильно. Время на вес золота. Так что давайте как-нибудь в другой раз. В другой раз никак. Каждый просроченный день 17 гривен пеня. 17 гривен? Да. Тогда другое дело. Толя, меняем маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что дай меня успели. Я сейчас быстро оплачу. Ой, очередь. Граждане, будьте так любезны, пропустите президента без очереди. С какого перепугу? Ване очереди все равны. Ну, пожалуйста. Сыночек, проходи. Я отработаю. Спасибо, извините. Леночка, здрасте. У Леночки сегодня выходной. Я ее подменяю. Позвольте представиться. Бугай Анатолий Борисович. Председатель правления банка. Да, очень. Да. Я по поводу кредита, если можно... Смотрите у себя. Голобородка Василия Петровича. Василий Петрович, ваш кредит полностью погашен. Не может быть какая-то ошибка. У меня оставалось еще семь, было тяжелее. Дело в том, что наш банк один раз в году проводит акцию, победителю которой прощаются все долги. Вы и есть этот победитель. Не потому что я... Ну что вы, господин президент. Слепой зребий. Да. Ну ладно, приятно и неожиданно. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Поздравляю вас. Вас тоже поздравляю. До свидания. Заходите. Зайду. Да. Товарищи офицеры, благодарю за экстренный сбор. Служу народу Украины! А вы, капитан Пилипчук, в следующий раз, пожалуйста. Без самоидеятельности. Вина, Юрий Иванович. Хотел, чтобы все было натурально. Ну-ну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василий Петрович, не надо торопиться. Вы теперь президент. Вы не опаздываете. Вы задерживаетесь. Вам легко говорить. Вы нашу Раису плохо знаете. Она меня убьет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно? Смелее. Угу. Здрасте. Вызывали Раиса Андреевна? Вызывали, Василий Петрович. Вызывали. Сначала мне скорую. Теперь я вас. Василий Петрович, объясните, пожалуйста, за что вы так не любите свою школу? Почему я люблю? Потому что она... Да что вы. Ну тогда объясните всем нам. За что же вы нанесли такой непоправимый ущерб любимой школе? Только ради бога. Вы выбираете выражение. Здесь все-таки женщины. Ну вы... Вы тоже, мне кажется, сгущаете краски. Я сгущаю? СМЕХ Мы учителя, врачи, инженеры. Просто люди... Нам... Нам... На... Копейки. На... Покушать. Пи... Ну, Раиса Андреевна, во-первых, я сказал это в частном разговоре. Так что, мне кажется, репутация школы абсолютно не пострадает. А во-вторых, я ведь сказал правду. Правду? А кому она нужна? Это горькая правда. Детям? Коллективу кому? Ликуйте! Мне уже звонили из районо. В нашей школе назначена переаттестация. Я надеюсь, никто не возражает против того, чтобы в конце четверти провести педсовет, где поставим вопрос о вашей профпригодности. И, как вы понимаете, вопрос это чисто формальный. Ну, Раиса Андреевна, мне кажется, это не совсем профессионально. Разговор окончен! Пи... нам... Честно! Справедливость... Пи... Пи... Ну, гоню! Гоню! Здоровым вам личным годом! С Богом. Извините, пожалуйста, за опоздание. Ну что, Василий Петрович, вы совсем не опоздали? Это мы, так сказать, с коллегами пришли пораньше. Чтобы подготовиться и... И вас поздравить! Да. Спасибо. Давайте, девочки. СМЕХ О! А это потом, да, конечно. Да, будет. Спасибо. Спасибо большое. Многоуважаемый Василий Петрович, господин президент, для нас огромная честь работать с вами в одном коллективе. Я иногда, конечно, ругала вас. СМЕХ Но вы же понимаете, это не со зла. Просто я всегда чувствовала у вас огромный потенциал. И хотела дать ему этому, так сказать, потенциалу толчок. И, как видите, не ошиблась, этот толчок помог ему, ну, вашему потенциалу. О, Боже! Чего же так волнуйся-то, а? Все, что мы хотели сказать, лучшим всего выразит песня. Да. Да. О, Боже! 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 О, Боже, есть. О, Боже, м satisfy чиновник. Мы лично проконтролируем. Теперь весь класс на отлично будет учиться. И восьми пятнадцать, приятный будет уйти. Например, Марчук, в САРАДУ у вас будет президентская контрольная. Я прошу прощения, президент, прерываю ваши идеи, но нам надо ехать. Да, ребята, извините вы, удачи. Давайте хотя бы сфотографируемся. Да. Вперед. Возьмите, пожалуйста. Так, остались? Ну, скажите, история. История! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Спасибо, Алеша. Спасибо. Да нет, мы сами в шоке были. Не, я Ваське никогда не сомневался. Гены есть гены. Да. А чего? Кирилла? Да не переживай, пристроим мы твоего Кирилла. А он где работал? А, он безработный. Ну, устроим на биржу труда. Замдиректора. Ага. Все, Алеш, давай. Люблю, обнимаю. Слушай, ты не помнишь, кто такая Валя из Кременчуга? Нет. И я не помню. А ты ничего не помнишь? Пет, я тебя уже два часа прошу за горошком пойти. Да не помнишь. Мать, я занят, кум. Здорово, Юра. Ага, спасибо, кума. Спасибо. Ой-ой-ой. Каким первым замом? Я тебя министром сделаю. Да. Мне Веронику. Пристроим, кума, всех пристроим. Давай, пока. Все-все-все, Петь, я тебя прошу. Ты уже пол-Украины пристроен. Иди за горошком, я тебя прошу. Я не ем, Оливье с горошком. Весь мне ест, а ты не ешь. Мы тебя отдельно насыпаем. Иди, иди, ступай, ступай. Иди. Иди, иди. Ой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Я узнаю, да, Любочка. Петя в магазин вышел. Ой, о чем ты говоришь? Да, спасибо, спасибо. Виталика? В могилянку? Ну, я думаю, Васенька не откажет твоего брата. Пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И снова здрасте, Петр Васильевич. И что это за первомой полным ходом? Так весна пришла. Плановый ремонт. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, значит, 10 лет весна наш двой стороной обходил, а тут нагрянуло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Доброе, здоровое, Петр Васильевич. Я до вас с приводу ранкового инцидента. А-а-а, Пилипенко накатал таки на меня заяву. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Хто? Та вы шо, Ниге, Микола Павлович, він на вашем боце. Конечно, Васильевич. Може у вас до власника джипу є якісь претензії? Може вы хочете отримати компенсацію за моральні збитки? Ось все, папір, ручка, зараз все швиденько оформлю. ТА нафиг он мне ждался? Хай живе! Главное, чтоб своим корытом людям выезд не перекрывал. Больше не буде. Це я вам гарантую. Зловмисник уже переїхав з вашого дому. И вообще с этого дня можете парковаться где угодно. Работайте. Пробачьте, винен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привыкаете, Сергей Петрович. Теперь у вас началась совсем другая жизнь. Да. Можно сказать, у вас сегодня второй день рождения. Точно. Я забыл сегодня. У моей племянницы день рождения. Юрий Иванович, если несложно, давайте заедем за подарком. Не-не-не. Мы уже два раза переносили пресс-конференцию. Ну, я вас очень прошу. Ну, хорошо. Что вы хотели купить? Ну, не знаю, что, девочки. Тортик. А она фанатка дидё. Может быть, купим диск? Чего? Дидё. Дидё? Дидё. Дидё. Толя, торт и диск этого... Дидё. Кого? Дидё. Дидё. А деньги по... Василий Петрович, учите ответы. Господа журналисты, начинаем пресс-конференцию президента Украины Василия Петрович Голобородько. Вы, пожалуйста. Дарья Репина, ТСН. Господин президент, скажите, планируете ли вы стимулировать экономику методом привлечения венчурных инвестиций? Спасибо. Спасибо, Дарья. Да, вы знаете, динамика рынка инвестиций требует комплексного применения имеющегося инструментария для поощрения иностранных финансов. Да. Всё-таки любит наш народ дешёвый популизм. Михаил Семёнович, вы молодец. А я тут ни при чём. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет. Я был уверен, что Голобородько это твой человек. Ясно. Если ни твой, ни мой, значит, это человек Рустема Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого отношения. А кто же тогда имеет? Вы хотите сказать, что страну возглавил человек неподконтрольный никому? Из нас смешно. Кто-то из нас темнит. Может, он ставленник Запада или Кремля. Кривицкий, я должен знать об этом Голобородько. Всё. Разберёмся. Вы, пожалуйста. Спасибо. Юрий Кушнир, Time.ua. Василий Петрович, не за горами зима, начало отопительного сезона. Скажите, какие энергосберегающие технологии в ЖКХ станут для вас приоритетными? Децентрализация теплоснабжения или всё-таки геотермальные теплонасосы? Да. При решении этого вопроса будет учитываться специфика регионального районирования. Уважаемый журналист, я прошу прощения, я не готов к этой пресс-конференции. Сложно отвечать на неподготовленные вопросы. Поэтому давайте с вами договоримся. Я подготовлюсь, и вы устроите мне пересдачу. А вторую повторную пресс-конференцию... Хорошо, потому что я честным скажу, я значение некоторых терминов даже не знаю. Неудивительно. Судя по избирательному ролику, вам ближе другая лексика. Девушка, вам слова никто не давал. О, ну ничего не меняется. То есть слово у нас даётся только тем, кому выдаются слова заранее, да? Нет, почему, девушка. У нас свобода слова, насколько мне известно, в стране. Так что если у вас есть ко мне вопрос, пожалуйста, задавайте. Да? Неужели? Яна Клименко, журнал Прозора Влада. Скажите, пожалуйста, где обычный учитель истории взял два миллиона для взноса в Центр-избирком? Следующий вопрос, пожалуйста. Не нужно, Юрий Иванович. Уважаемая Яна Клименко, вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. Всё, ребят, урок окончен. Если есть вопросы, пожалуйста. Василий Петрович, когда вы пойдёте регистрироваться? Куда регистрироваться, Глотов? Я куда? ЦВК на выборы президента. Ребят, ну хватит уж. Ну, вы посмеялись, я посмеялся, все хорошо провели время, пять миллионов людей посмеялись. Не пять, а восемь. И все за вас. Вы комменты читали? Левченко, комменты я давно не читаю. Да потом, как вы себе это видите? Не может в нашей стране простой человек стать президентом. Почему? Ну, во-первых, для того, чтобы зарегистрироваться в ЦВК, нужно как минимум два миллиона гривен. А откуда у простого учителя такие деньги? Так вы про краудфандинг чулы? Короче, мы в нете объявили сбор денег. Как говорится, с миру по гривне. И вот у вас на счету почти два миллиона гривен. Точнее, два миллиона и восемь гривен. АПЛОДИСМЕНТЫ Урок такой. Окончен урок. Все свободны! Да, Василий Петрович, это мы ее здорово отбрели. Клаудфандинг. Хорошее слово, надо запомнить. Поверьте старому политическому волку, вы далеко поймете. А если честно, между нами я откуда-то деньги? Так правда краудфандинг? Ну, не хотите говорить, не надо. Василий Петрович, эти деньги собрал вам народ. Хотите, отдайте их ЦВК, хотите, купите квартиру, хотите, сожгите. Делайте с ними что, что хотите. До свидания. Я не могу взять... Тихо, судя. О, нефиасия! Мать, я тебе говорил, что он никакой не учитель. Либо наркотиками, либо органами торгует. А может, и тем и другим. Толик, где торт и диск? Что? Как это нету диска? Не получилось, ничего страшного. Ну, я просто подарю деньги, да и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. Как дела, Охот? Вкусноте еще у вас тут. Извини, задержался на работе. Пап, что у нас там во дворе? Весна. Весна. Весна, да. А чего? А, да, конечно. Надо. Так-с. Чего молчите? Как день прошел? А, да. Все родычи тебя поздравляли. Сынок твой, жена бывшая звонили, приед передавали. Да тебя ж сегодня не дозвониться. Может, именинницу поздравишь? Конечно. Наливай. Ага. Немножко. Спасибо. Так, тебе вина? Мне вина. Ага. Ну, мать, говори. Говори. Дорогой Васечка. Мам, я-то тут при чем? Он не перебивает мать президента. На самом деле, у Наташи день рождения каждый год. Тогда у вас это день рождения, подумаешь, по вот 18 лет. Продолжай, бабулечка. В общем, Васечка, мы очень рады за тебя. Ты молодец. За себя, Васечка. Спасибо. За тебя. За тебя. Неожиданно. Сынок. А в целом как? Первый рабочий день прошел? Какой сумбур день пролетел, я даже не заметил. Я тоже после первой ничего не заметил. Предлагаю повторить. Половинку. Так, Тиберина. Я скажу. Конечно. Ага. Дорогая внученька, тебе несказанно повезло, что у тебя такой дядя. Папа. Ну, не перебивай отца гарант. Я не думал, что я такое скажу. Я горжусь тобой, сынок. Спасибо. Спасибо. За тебя, Вась. И за тебя, Блина. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Просите, что без звонка. Дверь была открыта. Дорогая Наталья, от имени президента Украины поздравляем вас с днем рождения. Диско Дидзю не нашли, поэтому выкрутились как смогли. С днем рождения, Наталья! Так багато девчат, але я выбрал тебе. Я не вірив в любовь, то ципануло мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурею. Я до всього ревную, я від тебе балдею. Я беру для волны моя мама. А бриа, Football с мовим сам, а, Особорящая я жалам. Субтитры сделал DimaTorzok